Липину интересно. Я Днище Днищинская или право имею? Ответ на интервью Бажены Рынской и не только. Это статья из газеты tvnet.lv. Мы сегодня поговорим с вами на эту тему. Эта тема опять о негражданах Латвии. Я смотрю, что прошлая статья вас заинтересовала, да? Поэтому я решила немножко продолжить эту тему. Посмотрите ролик до конца. Во второй части будет более легкая тема. Ну, мы немножко там развлекаемся. Викторина будет, вопросы, ответы. Отдохнем, да? Поэтому досмотрите ролик до конца. Даже если вы не любите стихи и не любите викторины, ну, ради меня вы можете это сделать, поставьте ролику лайк. Если вы не подписаны, подписывайтесь и приходите ко мне еще. Поехали! Журналист Артем Липин. И ссылочку я вам скину вниз. Вы можете почитать сами эту статью. Хорошо? 8 января 2024 года новая газета Европа выпустила интервью с журналисткой и светской львицей Бажиной Рынской, где та заявила, что все неграждане Латвии являются животными. В целом, госпожа Рынска, как и каждый, имеет право на свое мнение. Но, кажется, это повод поговорить о каких-то базовых правилах общения. Итак, Рынска считает, что подавляющая часть неграждан Латвии является животными. При этом с национальностью она это не связывает. Те русские, которые латышизировались, те молодцы. Но вот неграждане – это жулики, воры, недобросовестные люди, люди, которые не понимают, что такое хорошо и что такое плохо. Такой вывод Бажина делает из собственного опыта – общения с гражданами и негражданами Латвии. Хотелось бы обратить внимание на то, как она объясняет эту ситуацию. По ее мнению, дело было так. В Латвию набирали людей работать на заводах. И на заводах работали ни академик Капица и ни Сахаров, а вот потомки этих людей – днище днищенское. Что ж, не переводя на личности, постараюсь объяснить, почему аргументация Рынской является ошибочной. Я вам читаю, как бы я объясняю, это не я, это журналист, да, пишет. Элитизм, Евгеника, ксенофобия. Итак, давайте пройдемся по логической цепочке Рынской. Шаг первый. В Латвию переезжали работать на заводах. Второе. Второй шаг. На заводах работают неумные и некультурные люди. Шаг третий. У неумных и некультурных людей рождаются такие же неумные и некультурные люди. Шаг четвертый. Неумные и некультурные люди, за редким исключением, не приняли гражданство Латвии. Вывод. Неграждане Латвии в массе своей неумные и некультурные люди. В терминологии Рынской – днище днищенское. Начнем по порядку. В первый же шаг закрадывается логическая ошибка. В Латвию во времена советской оккупации действительно в основном переезжали в связи с индустриализацией. Как в 2015 году передача «Панорама» рассказывала ведущая отделом послевоенного периода военного музея Сармите Балтыня. С 1945 года до середины 50-х годов было ввезено около 500 тысяч работников. Но местные жители работали на тех же заводах, о которых говорит Рынска. Не было такого, что место работы определяло национальное происхождение. Согласно сельскохозяйственной энциклопедии 1969 года выпуска в Латвии, 1967 года 80,7% жителей составляли рабочие и служащие, а 19,3% были заняты в сфере сельского хозяйства. При этом разделения по национальностям не было. Так что да, в Латвию приезжали работать на заводах, но и местные жители работали там же. С точки зрения именно занятости между латышами и предками неграждан разницы не было. Второй шаг так и вовсе не выдерживает никакой критики. По сути, Рынска говорит, что если люди работают на заводе, то у них низкий IQ. Надо ли говорить, что работа не определяет уровень интеллекта человека? Полно глупых людей в профессиях, считающихся интеллектуальными. И наоборот. И это справедливо даже сейчас. Что уж говорить о временах СССР, когда выбор профессий был достаточно сильно ограничен. То, чем занимается Рынска, это классический элитизм. Есть умные люди, которые автоматически лучше, чем глупые люди. Кстати, приводимый ею в пример академик Сахаров, как раз таки работал на заводе. Да, военное время в 1942 году, но тем не менее. И ничего, стал академиком и непререкаемым авторитетом как в науке, так и в правозащите. А вот многие видные деятели русского мира, наоборот, представители интеллектуальных профессий, по крайней мере по образованию, Путин, Бастрыкин и Медведев, юристы, Владимир Соловьев, экономист, Дмитрий Киселев, филолог. На заводе из них никто и дня не работал. Контрпример к третьему шагу приводит сама Рынска. Напомню, она говорила, что на заводах работают не академик Капица и не академик Сахаров. И вот, потомки этих людей – это днище Днищенское. Про Сахарова я уже написал. Но касательно того, у кого кто рождается, у академика Капицы отец был простым военным инженером. Думать, что у умных людей рождаются умные дети и наоборот – это вообще-то Евгеника. Псевдонаучное движение, которое легло в основу нацистской идеологии. Справедливости ради Бажена напрямую не высказывала именно такую позицию. Но что называется впечатление, создается. Понаехала быдло, нарожала себе подобных. И вот они, неграждане, плоть от плоти, быдло. Слово «быдляцкий» применяет сама Рынска. И даже не уходя в этику, чисто с научной точки зрения, исследования показывают, что хоть в интеллекте и есть определенный генетический компонент, важнейшим фактором для умственного развития считается среда. Образование, здравоохранение, семейное положение, социология. При наличии этих вещей, ребенок, не самых умных родителей, может вырасти в гения. А при отсутствии – наоборот. Вы можете возразить, что Рынска просто неправильно выразилась и имела в виду как раз-таки среду, что понаехавшая быдло воспитала своих детей в таких же традициях. Это мог бы быть более рабочий аргумент. Если бы мы с вами до этого не рассмотрели первые и вторые шаги. А теперь выходит, что у нас нет причин полагать, что у местных жителей и понаехавших была принципиально разная среда. Политические взгляды – возможно. Но тут мы подходим к четвертому шагу. Как ругать неграждан? Честно говоря, не до конца понимаю, кем являюсь я в категории самой Рынской. С одной стороны, я гражданин Латвии. Значит, вероятно, латышизированный, который выбрал в себе лучшее, что есть в латышском национальном характере. С другой стороны, мой папа не гражданин, а значит, я потомок Днища-Днищенского. Особенно учитывая, что я не выбирал быть гражданином, хоть я этому и очень рад. По сути, мне просто повезло, что моя мама гражданка, а так имелась бы опасность, что и я буду тем же самым животным. Ведь видение Рынской именно гражданство или негражданство определяет качество человека. Гражданин Латвии – достойный человек и приятный собеседник – негражданин, жулик и быдло. А мы уже писали в рамках проекта взаимные претензии о том, что неграждане Латвии – это не монолитная группа. У каждого ее представителя своя история, свои причины, свой путь. И стричь их под одну гребенку – это, как минимум, не очень глупокомысленно. Но куда более важным, мне кажется, аспект ведения дискуссии. Журналист Арманд Пуча недавно сравнил со свиньями то ли всех русских Латвии, то ли все-таки, как и Рынска, только тех, кто не хочет латишизироваться. Депутат Сейма Александр Кирштейн, нацобъединения, с трибуны Сейма назвал журналистку ЛТВ Аннету Буртуле политической проституткой. А геев – бранным словом на букву П. Можно еще вспомнить 2017 год, когда еще один представитель нацобъединения, Эдвард Шноре, позволил себе выражение «русские вши». И вот сейчас Рынска и Днище Днищинская. «Понимаете, я не прошу проявлять уважение к тем, кто и устроил Бучу или Ирпень, или к тому, кто уже 24 года не отдает трон в Кремле и, вероятно, еще столько же не отдаст. Но просто так взять и назвать 200 тысяч человек животными и днищим-днищинским... Я чувствую себя немного глупо, когда пишу, что это просто-напросто невежливо, низко и никак не помогает решить проблему. И дело не в самой Рынской. Ей-богу, я не буду сейчас уходить в то, что пара десятков неграждан, с которыми она столкнулась, не дает ей право судить о целом слое жителей моей страны. Я не буду рассказывать, что такое ошибка в выборке или предвзятость подтверждения. Но если мы нормализуем дискуссию такого уровня, это возвращаясь к тем же Пуче и Кирштейну, то мы никак не помогаем решить большую и важную проблему разнородности латвийского общества. Причем разнородность не только по национальному признаку. И хоть Баженова уточнила два раза, что говорит не о всех русскоязычных жителях Латвии, а именно о негражданах, в массовом сознании ее слова интерпретируются куда более широко. Российская журналистка Бажена Рынска жестоко высказалась о живущих здесь русскоязычных. Вот это главная опасность таких слов, таких выражений, такого уровня дискуссии. Сложная социально-историческая проблема, которую надо решать цепочкой непростых и продуманных мероприятий, не сводится до уровня, да они животные просто все. Я уверен, кстати, что если этот текст прочтут вот эти любители упрощать, то они останутся с убеждением, что я защищаю неграждан и весь русский мир заодно. Что-то похожее уже один раз произошло. Но нет. Я искренне верю, что если человек планирует жить в Латвии, работать в Латвии, улучшать Латвию, то ему нужно получить гражданство. Если раньше я принимал аргумент проще к семье в Россию съездить, то с 24 февраля 2022 года это больше не работает так, на мой взгляд. Но мое несогласие с негражданами не ставит меня на одну сторону с Рынской, Пучей и Шноры. Мы хотим решить проблему? Тогда давайте все-таки говорить, как взрослые люди, не оскорбляя сотни тысяч других людей с копом. А если этот тезис делает меня днищем-днищенским, что ж, да будет так. Ну вот я вам прочитала эту статью. Я думаю, что это очень скандальная статья. Пишите комментарии, что вы думаете по этому поводу. Я, конечно, когда прочитала эту статью, у меня волосы дыбом стали. Думаю, надо же, до чего мы дожили. А теперь все-таки давайте немножко расслабимся и уйдем во вторую часть нашего ролика. Поехали! Я опять обращусь к Ларисе Рубальской, потому что я нашла очень интересное стихотворение как раз для девочек нашего возраста. Улыбнитесь сейчас. Оставьте первую часть. Ее потом вспомните. Послушайте Ларису Рубальскую. Стихотворение называется «Женщины в соку». Годы идут, годы движутся. Челюсть ставлена, трудно дышится. Гляну в зеркальце. Одна кручина. Шея в складках, лицо в морщинах. Туфли куплю. В журнале копия. Носить не могу. Плоскостопие. Вдаль не вижу. Вблизи, как безрукая. Не то дальнозоркая. Не то близорукая. И слух стал немного ниже. Пошлют подальше. Иду поближе. Нам Пушкин пел очень упорно. Любви все возрасты покорны. Мол, и в старости на любовь есть сила. Но я вам скажу, не тут-то было. Хочу кокетничать, глазки в пол. Лезу в сумочку, где валидол. К мужчине в объятия хочется броситься. Да мешают очки на переносице. А память стала низкого качества. Зачем легла к нему, забыла начисто. Одно утешение со мной повсюду. Я хуже, чем была, но лучше, чем буду. Хорошее стихотворение, правда? А теперь давайте перейдем к нашей викторине. У нас будет новая викторина. Но я вам скажу победителей прошлой викторины. Хорошо? Вот я себе на бумажечку отметила. Значит так. Когда я задавала вопрос, сколько лет Ларисе Рубальской, я получила от вас комментарии, но, извините, дорогие мои, не назвала победителей. Так вот, победители у нас Игорь, Наталья и Татьяна. Они правильно ответили, что Ларисе Рубальской 78 лет. Вот видите, возраст уже такой солидный, а пишет такие приятные, хорошие стихи. Следующий вопрос был. Сколько куплетов у гимна Латвии? Ответили пять человек правильно. Ну, видите, я тут немножко не уточнила, потому что в гимне Латвии два столбика, которые повторяются дважды. Поэтому кто-то ответил два, кто-то ответил четыре. Но и то, и другое правильное. Значит, правильно ответили Лариса, наша любимая из Питера, да? Татьяна ответила из Риги, из Балдырая, правильно. Анастасия Олеговна из Москвы. Аллигатор Крок, который тоже находится сейчас в Москве, но живёт в Имонте, тоже правильно ответил. И Зоя из Ватсмелгрависа, из Риги, да? Вот они ответили правильно. Молодцы! Давайте им похлопаем. Спасибо вам, дорогие, что принимаете участие в викторине. Мне это очень-очень приятно. Давайте сейчас перейдём к новой. Она будет коротенькая, но всё-таки будет там вопрос, на который я жду от вас ответ. Хорошо? Значит, сначала начнём с фактов. Факты – упрямая вещь. Но от этой подборки фактов по теме пожарная безопасность не станет скучно и детям. А так как дети – любознательный народ и задают много «почему» и «отчего», и у взрослых не всегда есть логическое верное объяснение на подобные вопросы, то эта подборка материала может стать большим подспорьем. Первый факт. Вопрос задаётся, да? Почему нельзя бежать, если загорелась одежда во время пожара? Ответ. Нельзя бежать. Пламя разгорится ещё сильнее. Постарайтесь быстро сбросить горящую одежду. Хорошо, если рядом есть лужа или сугроб. Ныряйте туда. Если их нет, падайте на землю и катайтесь, пока не собьёте пламя. Ещё одна возможность – накинуть на себя любую плотную ткань, пальто или одеяло и прочее, оставив при этом голову открытой. Второй вопрос. Почему горящее масло на сковороде нельзя заливать водой? Ответ. Нельзя заливать горящее масло водой, так как произойдёт бурное вскипание, разбрызгивание горящего масла, ожоги рук, лица и множество очагов горения. Третий вопрос. Почему нельзя оставлять без присмотра включенные электрические приборы? Ответ. Электроприборы, включённая сеть, особенно такие, как электроутюги, электроплитки, обогреватели, нельзя оставлять без присмотра, так как возможен пожар. И вопрос. Почему нельзя пользоваться лифтом при пожаре? Здесь точного, конкретного ответа вы не можете ответить, там да или нет, как я вам говорила, там сколько лет Ларисе Рубальской, вы пишете просто 78 и всё. Здесь я хочу от вас получить ответ, то, что думаете вы. Почему нельзя пользоваться лифтом при пожаре? Я жду ваших ответов. Я жду ваших комментариев, подписок, лайков. Спасибо вам, дорогие друзья, что остаётесь со мной. До встречи!